Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Проект «Кадровый резерв» главы Карачаева Черкесии продолжает создавать условия для привлечения новых кадров в различные предприятия. Подробнее в нашем выпуске. В колледже искусств имени Даурова состоялся круглый стол, где обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием сферы культуры и качества профильного образования. В семье «Единое» в Краевом музее-заповеднике открылась выставка, символизирующая братство народов республики и любовь к родному краю. Повысь свои знания и навыки в вопросах финансовой грамотности и проектирования. Дирекция проекта «Кадровый резерв» главы Карачаева Черкесии проводит различные образовательные мероприятия для молодежи, а также создает условия для привлечения новых кадров в различные предприятия. О том, какие образовательные проекты будут реализованы, подробнее в репортаже Алихана Лепшокова. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях начальник дирекции кадрового резерва главы Карачаева Черкесской Республики Ибрагим Татаркулов. Для начала, Ибрагим, давай напомним нашим телезрителям, каковы цели проекта «Кадровый резерв» главы Карачаева Черкесской Республики. Следует отметить, что цель создания дирекции кадрового резерва главы КЧР заключается в том, чтобы реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление жителей Карачаева Черкесии, граждан Российской Федерации, обладающих высоким уровнем знаний, навыков, компетенций для их дальнейшего привлечения на управленческие и иные должности в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также крупные предприятия Карачаева Черкесии. Следует отметить, что целью номер два деятельности дирекции кадрового резерва главы Карачаева Черкесской Республики является повышение уровня знаний, навыков, компетенций и, конечно же, профессионализма молодежи, жителей Карачаева Черкесской Республики. Насколько я знаю, на днях у вас проходили образовательные мероприятия по финансовой грамотности и проектированию. Расскажи нам, пожалуйста, с какой целью они проводятся и кто в них принят участие. Цель проведения данного мероприятия заключалась в том, чтобы повысить уровень финансовой грамотности молодежи, принявшей участие в данном мероприятии, а также знаний, основ проектной деятельности. Следует отметить, что количество заявившихся на участие в мероприятии – 42, количество максимально допустимое, которое может принять участие в рамках данного образовательного мероприятия – 30. Ввиду высокого уровня спроса на организации, проведенная организация и проведение образовательных мероприятий, В ближайшее время, 23 и 24 числа, на территории города Черкесск по улице интернациональной 63А планируется к организации и проведению ряд других образовательных мероприятий, которые, по нашему мнению, сегодняшний день обладают высоким уровнем востребованности спроса и принесут соответствующий уровень пользы участникам образовательных мероприятий. Первое направление – это кейс-чемпионат, то есть участникам данного мероприятия заранее направлены кейс-задания от крупных предприятий Храчева Черкесской Республики, путем решения и презентации которых они получают шанс путевки на работу, стажировку в первую очередь в крупных предприятиях Храчева Черкесской Республики. Следует обратить внимание, что данный формат организации и проведения мероприятий представляет из себя ярмарку талантов, где основные кадровые работники, где руководящий состав крупных предприятий Храчева Черкесии имеет возможность воочию увидеть ту талантливую молодежь Храчева Черкесии, которой на сегодняшний день очень много. Наша молодежь, она самая перспективная, самая лучшая, самая красивая и та, которая обладает наибольшими шансами к успешной самореализации в профессиональной деятельности в Российской Федерации. Следует дополнительно отмечить, что в рамках данного мероприятия еще и будут проведены три образовательных цикла. Один из них будет посвящен тому, как правильно вести себя на собеседовании, как правильно его проходить. Второй тому, как правильно преподносить свою идею, как ее презентовать. А третий, как составить резюме качественно, так, чтобы повысить уровень вероятности того, что вас примут на работу. На сегодняшний день каждое из этих образовательных мероприятий является востребованным, обладает высоким уровнем спроса. Следовательно, мы со своей стороны, как дирекция кадрового резерва главы Храчева Черкесской Республики, наделенной соответствующими полномочиями, считаем для себя важным, значимым и необходимым организовывать мероприятия, которые соответствуют требованиям и спросу населения Храчева Черкесии. Возвращаясь к проекту кадровый резерв, хотелось бы узнать, победители данного конкурса смогли ли реализовать свои навыки и будет ли такой же проект проходить в этом году. Следует отметить, что лауреаты прошлого года кадрового резерва главы Храчева Черкесской Республики трудоустроены на достаточно хорошие, высокие позиции. Начинает заместительный министр, заканчивая заместителем начальником в управлении, начальником отделов крупных предприятиях. Следует отметить, что это является качественным социальным лифтом, который в Храчево Черкесии проявил себя одним из лучших в России. Следует отметить, что в ежегодном конкурсе, который организуется и проводится на федеральном уровне, кадровый резерв главы Храчева Черкесии был признан одной из лучших специализированных кадровых программ и практик, реализованных на территории Российской Федерации в период с 2020 по 2021 год включительно. Следует дополнительно сказать про то, что глава Храчева Черкесии Рашид Бориспич Тимрезов дал поручение, в соответствии с которым в этом году будет проведен, организован, реализован еще раз кадровый резерв, конкурс, который направлен на то, чтобы выявить тех жителей, которые обладают высоким уровнем знаний, навыков, компетенций, для также их дальнейшего привлечения на управленческие и иные должности, на органы исполнительной власти, местного самоуправления, крупные предприятия Храчева Черкесии. В завершение хотелось бы поблагодарить за теплую беседу и желаю успехов в вашей работе. Со своей стороны выражаю вам свою благодарность за приглашение, желаю вам успехов. В Республиканском колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова состоялось традиционное большое совещание работников культуры и педагогов учреждений дополнительного и основного образования. Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием сферы культуры и в целом качеством профильного образования в республике. Ахмат Халкевичев продолжит тему. В Большом зале Республиканского колледжа культуры и искусств имени Даурова собрались руководители отделов по культуре и администрации всех муниципалитетов, а также директора профильных образовательных учреждений. Перед тем, как начать работу, совещание минутой молчания почтили память коллег, покинувших ряды творческой интеллигенции в течение прошедшего года. Ну а далее приступили к подведению итогов и обсуждениям дорожной карты на год предстоящий. Были подняты весьма важные вопросы в сфере, связанные кадровым обеспечением учреждений культуры и профориентационной работой. Первым делом я хочу поблагодарить вас всех за ту огромную работу, которую вы проводите у себя в учреждениях. Ну, я могу сказать, что, конечно, нам многие вопросы надо отладить совместно с вами. Надеюсь, на дальнейшее наше право-действие, естественно. Хоть и год прошедший был непростым из-за ограничений предпринятых по недопущению распространения коронавирусной инфекции, все плановые показатели удалось достигнуть. В категории острых и проблема сохранения кадрового контингента учреждений основного и дополнительного образования в направлении культуры и искусств. Также участники совещания сошлись во мнении о необходимости профориентационных работ в молодежной среде. Вот здесь мы хотим поблагодарить нашего главу республики, потому что вот он установил доплаты молодым специалистам. Молодые специалисты школы искусств получают сейчас доплаты к заработной плате. Те, которые закончили средние и высшие учебные заведения. Это тоже большой плюс. То есть, пусть эта сумма небольшая, но тут психологическая составляющая. То есть о наших молодых специалистах, а чаще всего это наши выпускники, которые возвращаются к нам в школу после СУЗов и ВУЗов, они чувствуют, что поддержка есть. В завершении официальной части мероприятия лучших педагогов и отличившихся работников отметили грамотами Министерства культуры Карачаевой Черкесии и Республиканского учебно-методического центра. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Во всем мире, включая нашу страну, прошла шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения по инициативе ООН. В рамках мероприятия в Республиканской столице сотрудники ОГИБДД совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по Черкесску провели профилактические беседы с учащимися начальных классов 13-й гимназии. Темой занятия стало правильное поведение на дорогах. Ребятам рассказывали, как нужно правильно переходить проезжую часть и объяснили, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. В ходе мероприятия школьникам также продемонстрировали специализированные транспортные средства сотрудников госавтоинспекции, что имеется в их комплектации для осуществления служебных обязанностей. Сейчас прогноз погоды на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем субботний выпуск Вестей. В картинной галереи Черкеска открылась выставка художников-юбиляров «Семье единой», что символизирует братство народов республики и любовь к родному краю. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Выставка началась с того, что вспомнили и почтили память Мусы Абайханова, который ушел из жизни в этом году, но оставил после себя бесценный след, то есть свои прекрасные работы. Мусе Халитовичу исполнилось бы 80 лет. В церемонии открытия выставки приняли участие другие юбиляры. Заслуженный художник республики Зоя Киблахова, член Союза художников России Магомед Бастанов, Азрет Хубиев, Елена Кордюкова, Казбек Аков собрались живописцы, друзья и коллеги. Художники-юбиляры были награждены поздравительными письмами. Присутствующих поздравили министр культуры Зурапа Гербов и директор музея-заповедника Хаджимурат Ильканов и сказали об огромной значимости творческих работ авторов. За каждой картиной история, за каждой картиной пережитые чувства. Где-то это эмоции пропущены через себя, через семью, где-то это услышанный рассказ, где-то это пейзаж нашей родной республики. Очень бы хотелось, чтобы молодое поколение, которое сейчас очень глубоко уходит в интернет, в социальные сети, и из-за этого они очень поверхностные. На самом деле в интернете невозможно ни в одну тему, ни в одно направление погрузиться так, как мы выучились, как мы привыкли тоже в свое время. Поэтому, я думаю, нам сейчас очень важно придумать новые форматы такой работы и художников, и мастеров, которые бы привлекал молодежь. Мы всегда рады видеть вас, ваши работы. Они украшают нашу картинную галерею. И ваши работы, опять же, напоминают нам, что в такой многонациональной республике мы живем, как много народов, как много историй переплетено у нас на территории Карачао-Черкесии. В экспозиции представлены живопись, пейзажи, портреты, абстракция, более 40 работ художников. В такую хмурую осеннюю погоду работы греют взор и вдохновляют зрителей. Пейзажи картину носят туда, где отдыхает душа, а тело наполняется мотивами для новых свершений. Пусть красота природы, красота людей продолжится и дальше, чтобы люди могли видеть здесь красоту. Рисую, сколько я себя помню. С самого детства. Рисовала и так же и куклы делала сама, и их одевала. Чтобы наше искусство ценилось, чтобы дальше продолжали работать. Желающие увидеть все своими глазами смогут это сделать до 10 октября. Именно столько продлится выставка. Собравшимся еще раз напомнили, что с этого года у жителей страны в возрасте от 14 до 22 лет есть возможность посещать культурные мероприятия бесплатно по Пушкинской карте. Альбина Курочинова, Кенжио, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня во всех районах и городах Карачаева, Черкесии проходит общереспубликанский субботник, в котором принимают участие сотни жителей. Экологические мероприятия организованы с привлечением органов власти различных организаций. Все неравнодушные люди вышли на уборку территории. В рамках общереспубликанского субботника проводится очистка мусора на берегах рек, обочинах федеральных дорог и парковых зонах. На этом субботний выпуск вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова